Всем привет! Это шоу «Жара» в эфире и все, что вы видите, происходит здесь и сейчас. Меня зовут Константин Тарасюк, а в гостях у нас артист, точно знающий разницу между любовью и самообманом. Амирчик! Всем привет, друзья! Всем добрый день! Привет, Кость! Ты мне скажи, пожалуйста, что это за твой партнер? Что это за антураж? Только не говори, что ты себя чувствуешь точно так же, как и твой лягушонок на рюкзаке. Да, это как бы уже сентябрь начался учеба, я решил поддержать всех учащихся. Я купил себе прикольный рюкзак для того, чтобы поддержать сам настроение, чтобы никто не грустил, что по утрам им придется чувствовать себя, как этот лягуш. Ну, если что, вот в эту камеру можешь все показывать, а прямо сейчас давай лучше расскажи нам. Осень понятно, осень для многих это почему-то грусть, да? Ну, хорошо, а лето как твое прошло? Я знаю, что ты вечно работаешь, ты всегда работаешь, ты всегда что-то делаешь, ты всегда где-то выступаешь. То есть, слово всегда присутствует вместе с твоей работой. А был хоть какой-то отдых? Ну, хоть какой-то? Ну, хоть как-то? Запил эту боль? Я даже не знаю, что он такой отдых. Именно, знаешь, объясни мне сначала, для моего понимания, что для тебя отдых? Ну, у всех по-разному, слушай. У кого-то, допустим, для меня это вот выехать на природу один день, это я отдохну. А оно чаще всего для меня лучший отдых, совмещенный с работой. То есть, когда есть пересечение между тем, чтобы я поработал и отдохнул, вот для тебя что? Для меня нет понятия такого, мне хочется прийти к балансу. То есть, знаешь, мне нет чего отдыхать, чтобы мне не приходилось отдыхать. То есть, я на работе получаю приятную усталость. Она доходит по шкале до уровня неприятная, только когда слишком много перенасыщено получается. И тогда хочется взять несколько дней, чтобы прям жестко расслабиться. То есть, допустим, я проснулся, я могу весь день просто проваляться на кровати, потому что я как овощ лежит. Кто я? Где я? Зачем я? Разве это отдых? Ты откисаешь для того, чтобы снова пойти на работу. Поэтому, мне кажется, в любом деле нужен баланс для того, чтобы ты успевал и кайфовать, получать удовольствие от того дела, ради которого ты вообще появился на этот свет. Ты сейчас кайфуешь? Я кайфую. Я реально очень сильно кайфую от работы. Мой усталый вид лишь трансляция того, что мне не хватает времени для того, чтобы... Блин, даже не знаю, как... Короче, мне постоянно мало. Мне постоянно мало. Мне хочется еще и еще. Тебе постоянно мало работы и завоеваний или постоянно мало отдыха все-таки? Хочешь еще и еще спать? Нет, мне мало результата. Результата мало? Мне мало результата. Мне не устраивает результат, который сейчас есть. Мне хочется еще больше, еще выше. Мне хочется стать еще сильнее. Как артист, как человек. Ну смотри, это очень похвально, потому что в твоем возрасте, когда популярность так просто влетает в твою жизнь и очень легко поддаться этому и перестать вообще хоть что-то завоевывать. Просто видишь, разница, наверное, в том, что я слишком много трачу еще сил именно, наверное, эмоциональных на раздумья и размышления. И, наверное, из-за этого я немного могу уставше выглядеть. Амин, тебе сколько лет? 21. Вот в 21 еще самое время подумать и поразмышлять. Давай твое размышление унесем немного в другое русло. И прямо сейчас я бы хотел отметить, что эфиры вообще и твои появления на нашем телеканале всегда очень взволнованно встречаются поклонниками. Их огромное количество, и они все отправляются смотреть телеканал «Жара». И вот даже специально для тебя мы подготовили такую, знаешь, некую рубрику. Давай попытаемся понять. Вот у нас есть 10 самых популярных эфиров «Жары» в эфире, прямых эфиров. Вот из всех, из всего количества, давай попытаемся с тобой расставить по местам от 1 до 10, кто был максимально просматриваемым у нас в последнее время на просторах интернета. Вот, допустим, у нас есть Олег Майами, Нилета и Леша Свик. Как ты думаешь, какое это место от 1 до 10? Вот, давай сначала всех перечислю. Нужно понимать, да, кто еще остальные. Коязовс Бразерс, Клава Кока, Ольга Бузова, идем дальше, Николай Басков, Ольга Бузова, да, она дважды попала в десятку, Амирчик и Милана Стар, Мари Краймбери, Люся Чеботина и Аня Лорак. Давай, начнем вот, допустим, с пацанов. А можно всех вот так расставить на столе? Конечно, давай, давай, так будет удобно. Одновременно можно было увидеть. Да, и мы на доску будем в порядке, соответственно, подобно выставлять. Вот смотри на всех, у меня есть небольшая подсказка. Ты не умышленно поставил у нас с Миланой самими последними, да? Я не знаю, посмотрим, как на самом деле. Вот у нас есть доска, сейчас я ее подтяну. Давай, ты пока, ты занимайся делом важным, развышляй. Итак, поехали, быстрее, как чувствуешь? Как чувствую, а, типа, первый, получается, будет самый просматриваемый, да? Да, самый просматриваемый, какой? Так, давай вот это вот. Ты думаешь, что это вы? Я думаю, да. Ага, хорошо, давай на второе место кто? А ты такой молодец, уверенный, Клава Кока, предположим. На третьем месте кто? Так, эээ, давай так, сейчас сделаем. Мари Краймбери, хорошо. Дальше, как ты думаешь, кто? Гаязус Бразерс, тоже хорошо. Так, четверкой определились. Пятое место, Яка Бойс. Кто на шестом месте? Шестое место, Люся Чеботина. Седьмое место, Аня Лорак. Угу. Так, восьмое место, Николай Басков. Сразу две штуки подготовь, пожалуйста, между собой скажи. Да, девятое и десятое ты считаешь... А, она все-таки на первом месте. Оба эфира. Неожиданный поворот. А теперь давай узнаем правдивую статистику. Итак, на десятом месте у нас оказалось... Подожди, 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 подожди. Давай. Я чуть-чуть перепутал. Ой, началось. Вдруг вспомнил, что надо поскромничать, да, под конец? Подожди, я только сейчас понял, что я легенду поставил слишком низко. Ага. Напоминаю, что речь про просмотры, а не про их значимость шоу. Без разницы. Хорошо. Итак, давай. Начнем с десятого места. На десятом месте оказалось по просмотрам у нас из всех-всех выпусков, чтобы вы понимали, Люся Чеботина. На девятом месте, а ты был очень близок на самом деле, это Николай Басков. Самое парадоксальное, что ты местами очень угадал. Восьмое место у нас оказывается Ека Бойс. На седьмом месте по просмотрам у нас Мари Краембрери. Так, дальше. На шестом месте Ольга Бузова. Придется разделить их между собой. Давай вот сюда. Помоги мне, пожалуйста, Малька. Да. Прикрепи Ольгу Бузова на это заслуженное место. Это, соответственно, у нас десять, девять, восемь, семь, шестой. На пятом месте оказалась Аня Лорак. Ага. Смотри, как все интересно уже. На четвертом месте у нас... Как ты думаешь, кто в итоге на четвертом месте из оставшихся уже? Интуитивно. Бабах. А снова Ольга Бузова, может быть? Может быть. Но ты думаешь, она на четвертом? Нет, давай тогда будет Гайзус Бразерс. Ну я тебе уже почти подсказал. Клава Кока. Итак, тройка финалистов. Вот самые просматриваемые эфиры из всех выпусков в интернете на данный момент. Это Ольга Бузова, Амирчик Милан Стар и Гайзус Бразерс. Третье место исходя от этого кто, как ты думаешь? Правильно. Гайзус Бразерс. И теперь, кто же победитель-то, как ты думаешь? Олечка. Нет? Это вы с Миланой Стар? Я угадал, что ли? Ты угадал изначально. Ты посмотри на итоговую, вспомни, как ты располагал. У тебя был Николай Басков на девятом, по-моему, и ты был на первом изначально. Вот так вот. Вот так тебя здесь очень любят и ждут. Поэтому меньше, пожалуйста, заморачивайся. Меньше думай о том, что ты какой-то не такой. Какой-то ты еще не зазревший и так далее, не достигший. Ты даже среди наших всех эфиров посмотри, а сколько еще было артистов. И по просмотрам вы на первом месте. Так, переходим к теме творчества. И давай обсудим твой новый грядущий... Да ну ты тебя тягула! Я надеюсь того... Там ничего не слышали, что ты говорил. Вот я все-таки мечтаю, что однажды мы поставим камеру, знаешь, такого наблюдения. И артисты рассказывают такие истории. Но, но, извините, личная жизнь, она всегда есть и присутствует. А сейчас давай посудим творчество. Он вообще все-то... Может быть там вместо глаз как раз две камеры? Он такой, глазами замедев... Это не было в эфире. Поехали. Давай, грядущая новинка, которой ты уже начал даже танцевать вовсю под нее в соцсетях. Это «Чайку F потанцую». Да. Когда выйдет? Что? Когда релиз уже? Слушай, на самом деле хотелось бы поскорее уже. Я очень сильно извиняюсь перед всеми, кто ждет этот трек. И перед теми, кто ждет вообще в принципе моих релизов за то, что я после «Розового вечера» с прошлого года ничего толком не выпустил, кроме «Космоса». Вот у меня получается выходил «Космос», только приуроченный ко дню космонавтики. И такая спонтанная коллаборация с «Филатов Кэрис» и «Джасмин». Я залетел на их трек с куплетом со своим авторским просто и все. А именно своих релизов авторских, творческих не выходило уже, вот считайте, вот помимо «Космоса», если брать, то с прошлого года. Ты прям чувствуешь много вины. Я даже не могу вернуться в колею обратно, потому что я чувствую вот это то количество какой-то ответственности, которое на тебя как будто бы налегло. Возможно, даже ее и нет, просто ты сам себе ее навязал. Нет, она есть, она есть на самом деле. Она есть, потому что я, грубо говоря, даю еще, если можно творчество назвать в качестве, я не знаю, не в грубом контексте, но типа в качестве того, чтобы вот я, допустим, закинул какой-нибудь фрагмент из трека, типа ребята, ну как вам, они понравятся, они ждут это же потом, они ждут так же, ну то есть постоянно думают, проецируют, а может это про это песня, может про это, а вдруг там вот такой клей будет, а вдруг такой-то. В итоге они либо перегорают в итоге с ожиданием дрека, либо не знаю еще что. И я как бы разочаровываю их таким самым образом, потому что я даю им возможность... Ну, ожидать, ждать праздника твоего релиза. Да, 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 спасибо, спасибо за поддержку в диалоге, мне тяжело формироваться. Ничего страшного. И при этом сам же ее, типа, забираю, в итоге ничего им не дав. Вот так было с треком «Моя-моя», да? Да. Выпустил в социальных сетях? Да, да. А почему в итоге Свет не услышал этот трек? В чем причина? Причина в том, что есть проблема с этим треком у меня такая, что непроизвольно у меня куплеты очень получились похожи на одно произведение, старо забытое всеми, скажем так, да? Твое или другого артиста? Нет, не мое, другого артиста. Непроизвольное причем, чтобы ты понимал. И я такой, блин, ну нет, ну нельзя так, да? Типа, и я решил не выпускать. Я не решил не выпускать. Думаю, ну, может, когда-нибудь, когда перепишу куплеты, тогда я выпущу. Мне очень нравится припев. Вот, типа, «Хочу, чтоб стала ты моя, моя». Вот, и разница лишь в том, что у меня есть такая проблема или не проблема, это я не знаю пока еще точно, может, это и во благо наоборот, но мне тяжело возвращаться к тем песням, которые я уже написал когда-то, мне тяжело что-то в них поменять. У меня так была проблема, помнишь, когда альбом «20» выходил? И там у меня был трек, я не помню, помнишь ли ты, ну, там, не знаю, помнишь ли ты, ну, трек «Карусель», где я рассказывал, что пять раз переписывал текст этот трек. Вот, и в итоге выпустил. Вот, у меня, наверное, какой-то триггер после этого сложился, что я не могу сейчас возвращаться к старым трекам, потому что это для меня как, знаешь… Энергозатратно? Не, энергозатратно, но вот я же в моменте это написал, я в моменте описал то, что я думал, то, что я чувствовал, а то, что я сейчас подумал, то, что может по-другому немножко это сформулировать, значит, лучше перейти к чему-то новому. Ну да, вернуться в это состояние уже невозможно. Да, типа, к чему-то новому и передать то, что есть сейчас. А на какого артиста ты похож этот трек «Моя-Моя»? Я уже, честно, не помню, этот трек я написал год назад, чтобы ты понимал. Ну ладно. Потом спустя полгода только закинул его в TikTok. Год писать полгода? Так, кстати, с «Чай, кофе потанцуем». Как ты его написал? Год назад? Я его написал год назад. Может быть, ты все-таки посмотри, просто предложение. Может быть, то, что ты написал год назад, ты все-таки посмотришь повнимательнее и уже сразу же все выложишь альбом каким-нибудь? Самое интересное то, что те отрывки, которые я примерно предполагаю, что фанатам понравятся, они реально набирают по несколько тысяч в TikTok и клипов. Но вот когда я прихожу к финалу трека, мне почему-то хочется что-то изменить, как всегда. Знаешь, еще что-то. Хорошо. Давай, то пока опустим эту тему. Лучше расскажи мне следующий тогда. Вот у тебя 20 октября в Бишкеке большой сольный концерт. Да, да. Очень сильно готовится. Как чувствуется эта отдушина, это счастье? Так расскажи тогда, что… Очень сильно сейчас готовлюсь к сольнику на родине. 20 октября, во-первых, это знаменательная для меня дата. Это мой день рождения. Вот мне исполнится 21 год. И таким самым образом, в прошлом году я делал сольник 20 октября в Москве. Сейчас я хочу сделать сольник на 20 октября на родине в Бишкеке. Удивительно приятное сейчас ощущение, потому что за год как сильно все поменялось. Если я год назад рассказывал, как за год у меня все поменялось, сейчас еще сильнее поменялось. Потому что год назад в Бишкеке у меня была та же самая площадка, но мы также заходили в продажу билеты за три месяца до концерта. Я висел в баннерах по всему городу, на ЦУМе, там все дела. И билеты было гораздо тяжелее продавать, чем сейчас. Сейчас за неделю уже типа 70% билетов раскупили. О как! Молодец! За неделю, еще впереди два месяца до окончания. И я предполагаю, что пахнет типа вторым днем концерта. Вторым днем? 21-го? Да. Так, а подожди, 23-го не забывай, что наше мероприятие, о котором мы вернемся к следующей подводке. Главное, чтобы ты к нему успел. Я прилечу. Да. Мы, кстати, к тебе никогда не сомневаемся. Также ты еще прилетал на наше другое большое мероприятие, точнее, которое состоялось в Баку, да, Dream Fest. Да. Очень крутой мероприятие, очень крутой фестиваль. Я никогда не забуду концерт стольких артистов, которых я тут видел по телевизору. Один Джейсон Деруло чего только стоит. Огромное спасибо за организацию мероприятия, потому что я реально кайфанул. Я реально кайфанул именно от концертов. Больше всего кайфанул от концерта Джейсона Деруло. А что ты подчеркнул, может быть, из его выступлений для себя? Вот что такое? Вот что главное, возможно, такое? У него? Да. Все равно такой артист, и ты как артист, который стремится стать еще больше. Качество. Я всегда за качество. То есть качественное выступление? Да, качественное выступление. Это звук, это постановка. Я разделяю. Например, Джейсон Деруло нон-стопом выступал полчаса. Да. И я типа кайфанул с того, как динамически все правильно, четко распределено по очередности трекам, по переходам между треками, по хореографии, по постановке, по образом, как он переодевает что-то еще. Чуть-чуть не про меня, типа, знаешь, в таких вот косухих, где-то там длинные острые шипы, что-то еще, на голое тело, но на нем это смотрится органично. Но мне понравилось, как они танцевали. Они очень круто танцевали. Что-то для себя в свое шоу взял? Конечно, да. Да, да. То есть мы увидим в Бишкеке частичку Джейсона Дерула. Да, да. Я самую главную фишку взял, знаешь, такую, типа, там был момент у него с переодеванием, когда он снял одну куртку и потом на голое тело сзади пришли, танцору так накинули. А эта куртка была точно такая же, как в видеоклипе сзади, на фоне у него. Я подумал, у меня есть такая кринжовенькая голубая косуха в клипе «Не верю», которую можно было бы прикольно потом, ну, снять, и на сольнике, типа, чтобы, условно, совместив с какой-нибудь движением, и сзади прилетает, прикинь, куртка, и синхронится, как бы, эта куртка на мне, такая же в клипе, синхронится с движением, и вообще будет круто. Всё, теперь вы получили дополнительный тизер, размышляйте, потому что билетов осталось немного, поэтому размышляйте недолго, если вы находитесь в Бишкеке или хотите попасть на концерт Амира. А если вы не находитесь в Бишкеке и в Кыргызстане, вы просто покупаете билеты и прилетаете в Бишкек. Так, ну мы уже успели издалека понять, судя по твоим танцевальным номерам, что баскетбол хочешь как-то внедрить. Вот вообще, ты же в целом-то спортивный парень, и баскетбол, и футбол, я помню, так или иначе, ну, хоть немного, но пытался, да, увлекался. А вообще, у тебя есть время на спорт с твоим графиком? Я думаю, сегодня пойти побегать, баскет покатать. Уф, всё-таки есть хоть немного, да? Нет, тут, потому что я сегодня в Москве, думаю, ну, как бы, разгрузиться надо, а баскетбол мне очень помогает в себя прийти, на самом деле, потому что, ну, не знаю, я люблю эту игру, просто. Именно играть люблю. Я не особо активно слежу за последними новостями о баскетболе, да, но получаю удовольствие, когда мяч залетает в корзину. А профессиональным спортсменом никогда не мечтал стать? Мечтал, конечно, вот как раз таки баскетболистом. Команда просто распалась. Вот, кстати, вот друг, который вот я сейчас показывал за кулисами, вот это тот самый друг, с которым мы за одну сборную играли, и вот то, что вот два игрока в итоге со всей сборной осталось, которые взяли в национальную лигу, это вот я и он. Вас в национальную лигу брали? Да. А в какой момент ты вдруг свернул оттуда? Потому что я понял, что я, оказывается, хочу не карьеру, а я получаю удовольствие от игры самой, когда я играю со своими пацанами. А там уж слишком жесткие гонки были, я такой, а зачем мне это? Типа, я люблю игру, а карьера, оказывается, в мире баскетбола это не мое. У меня так с футболом было, но сейчас давай мы с тобой все-таки немножко возобновим твою любовь к баскетболу. При желании можно и в NBA попасть. Ага, это хорошо. Я что-то потерял, а где карточки-то? А вот они, долго искал. Смотри, у нас здесь есть карточки с острыми вопросами. Наша рубрика называется «Трехочковые вопросы». Смысл в чем этой игры? Я сейчас пока распрямлю кольцо. Твоя задача попасть в кольцо, берешь карточку, зачитываешь вопрос. Если ты попадаешь в кольцо, то, соответственно, этот вопрос, ты можешь не отвечать на этот вопрос. Если ты не попадаешь в кольцо, то, соответственно, придется отвечать на твой вопрос, который, возможно, ты и не очень хотел, собственно, отвечать. Мячик на твоей стороне, держи. Для начала доставай карточку, зачитывай вопрос. Я буду всячески тебе помогать, но не подыгрывать. Итак, читай первый вопрос. Как будет называться твой следующий трек, который еще не вышел? Тебе придется сказать, если не попадешь. А если я, например, не знаю, еще не решил. Придется рассказать несколько вариантов. Ну давай попробую. Ты держишь ровно, да? Честно, ровно держу, вот. Попал уже? Нет, давай, называй пару вариантов. Какие могут быть в треке? Либо чайковь потанцуем, либо сердечко, либо же, наверное, волна. Хорошо, теперь ждем, сердечко, волна или чай, кофе, ну это мы хотя бы знали. Следующий вопрос, так что ловите спойлеры, дорогие друзья, приятные. Следующий вопрос какой? Присылали ли тебе в личку какие-то непристойности, запрещенный контент, и отвечал ли кому-нибудь на это? Ну типа нюдсы, да? Ну типа нюдсы какие-нибудь, да. Отвечать не нужно, спасибо, и кидать так сильно тоже не нужно. Отвечал? Конечно. Ой, все, ладно, не могу, не могу, хочу, но не могу, давайте лучше сюда поставлю. Когда и при каких условиях состоялся твой первый поцелуй? Вот чувствую, что придется отвечать. Смотри. Короче, мне было 13. Так. Мне было 13 и девочка из параллельного класса, ну как-то мы с ней начали очень тесно общаться, и она у меня спросила, а ты целовался? Я говорю, блин, я еще не целовался. Я еще такой был маленький, смешные усики у меня были такие. И она говорит, давай, хочешь, ну типа у нас с тобой будет, чтобы твой первый поцелуй был, типа со мной, говорит. Я говорю, я не знаю, ну начал как-то нанчусь, короче ломаюсь. Усики накручивать? Да, да, Усики накручивать начал себе. Вот. Ну что мы договорились, после школы встретились, и да, там она все сделала красиво. Вообще поцеловались за гаражами, как прям по классике получается. За стадионом. За стадионом? Да, за школьным стадионом. Ну просто, ну все около спорта. Давай, следующий вопрос заставай. Романтик. Смешной опыт был, я с пор помню вкус пота над моими губами, знаешь, это моего же пота. Ты такой, типа... Сколько романтики. Давай, пожалуйста, следующий вопрос. Что насчет детского контента? Да, да, да. Было ли когда-нибудь рекламное предложение или какое-то выступление, от которого ты отказался, о каком предложении идет речь? А, то есть что-то мне предложение не понравилось, я только отказался. Да, отвечать не обязательно, если попадаешь. Окей, ну ты криво держишь. Вот так. Ой, настроился. Не, ну так ничего... Это ладно, на этот вопрос я тебе позволяю не ответить, но на следующий так не принимается. Рубрика, помнишь? Я промазал? Я тебя поддержал. Трехочковые вопросы. Ты, баскетболист. Ладно, давай попробуем еще. Давай. И времени резины. Вот, надо бы просто не понтоваться. Получилось. Следующий вопрос. Кому последним из артистов ты отказал в фите и почему? Ох, я не помню, я много кому отказывал в фите. Ну вот, давай сейчас и узнаем. Будем вспоминать, если не попадешь. Попал. Отвечать не обязательно. Да, ну я реально очень многим отказывал. А кому хотя бы, например, помнишь? Например? Да. Дурацкая история, даже вот условно, когда я только в Москву приехал, мы с Мишей Комфузом договорились сделать фит, а потом я отказался. А почему отказался? Я не помню. Ну, типа не отказался, я такой, давай чуть-чуть попозже сделаем. Ааа, то есть, ты так что-то делаешь? Вот, сегодня, да-да-да, давай чуть попозже тебе скажу, сегодня вечером встретимся обязательно и вечером сливаешься, да? Это ты? Миш классный, Миша. Да, Миш сейчас себе такой, только по другому пальцу построит. Давай. Какой из твоих треков принес тебе наибольшие роялти, о какой сумме речь? Ну, это вообще-то, в принципе, это конфиденциальный. Конечно я промажу, блин, я не могу ответить. Дрогнул. Хорошо, давай хотя бы так, нулей сколько? Не надо гайд сумму. Раз, два, три. Нулей сколько получается? Раз, два, три. Шесть или семь нулей? Семь нулей, как и шесть-то. А семь нулей какая цифра? Ну, это десятки миллионов. Это как? Никакие деньги на тебя не доходят, да? Все остаются в районском центре. Да нет, блин, ты имеешь что-то за один квартал? Ну, нет, суммарно на сегодняшний день. А, суммарно? Да. Восемь миллионов, да? Нет, больше. Девять миллионов? Да нет, вообще, ну там двадцать пять тысяч рублей, наверное. А, ну понял, понял. Хорошо, давай следующий вопрос. Прощайте. Там уже сколько нулей? А, я вообще перепутал. Да, ничего, мы все поняли. Двадцать пять и три нуля вот куда? Да, двадцать пять и три нуля. Ну вот на кроссовки новые что-то попросил. Да, я понимаю. Хотел бросить музыку когда-нибудь и уйти от Davy? Никогда. Вот! Вот так вот-то! Расплескал все, но ничего. Уверенно. Уверенно. Это так сказать, вот осталось два вопроса. Надеюсь, что... Слушай, на самом деле, никогда же не знаю, что будет в будущем. Это факт. Да, но типа, как минимум сейчас, типа, Алекс и... Он мне как Саша брат. Типа, я его очень сильно люблю и... А он тебя как младшего брата. Уверен в этом. Да, и я бы не хотел, чтобы наши пути разошлись. И мы бы тоже пока не хотели, как минимум. Без пока. Просто не хочу. Ну... Ага. Находишься ли ты в отношениях? Есть девушка? Старайся. Амир, старайся. Не трогай, не трогай. Смотри, я держу ровно все. По-братски нормально подержи сейчас. Давай. Попал прям на тоненького. Виню, я ладай, ладай, ладай крутилась. Ответ не обязателен. Давай. Заметь, судьба в твоих руках, а кольцо в моих. Давай, финальный вопрос нашей рубрики. Влюблялся когда-нибудь безответственно? А, безответственно. Безответно. Влюблялся когда-нибудь безответно? Если да, то в кого и когда это было? Безответно очень часто влюбляюсь. Да, шучу. Рассказывай, в кого и когда это в последний раз, хотя в случае было, может быть это кто-то из медийных Безответно, 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 я даже не, блин, придется отвечать, заметь, мы давали тебе скидки на некоторые вопросы Безответно, давай так, наводящий вопрос, из шоу-бизнеса? Да, долго молчишь Если, то да, не из шоу-бизнеса В смысле когда-нибудь, мы говорим про опыты, которые уже были, безответная любовь, которая уже была А, ну была, да, но не из шоу-бизнеса Не из шоу-бизнеса? Да, да А где, из Бишкека? Да, из Бишкека, девочка, которая потом начала встречаться, мой лучший друг А вы с этим другом лучшим остались лучшими другими? Конечно, конечно, тут видишь, в чем разница, мы же, я же не встречался с этой девочкой Она мне нравилась, очень сильно, я был влюблен, но это же не мешает, чтобы она тоже... А он знал, что ты был влюблен в нее? Потом, узнал А, то есть ты был тайно влюблен? Никому не говорил? Нет, нет, а, нет, подожди, нет, пацаны знали, он знал, он знал, да И ты остался с ним дружить? Конечно, это мой лучший друг по сей день И по сей день? Да Это он у нас сейчас там в другое сидит? Нет, это другой, да А, то мы уже хотели сказать Я с четырех лет всем дружу, это просто, если, мы не будем размышлять на эту тему, вкратце просто скажу то, что это справедливо Мужчина, мужчина, никогда, видимо, девушка не берет дорогу в твоей дружбе с мужской, крепкой дружбе Они все равно в дагер остались, а мы нет А, да? Ну что же, Амир, мы не то, что уже знаем, ты уже сам сегодня подтвердил и рассказал, что ты работаешь на износ Вот даже иногда на написание новых треков не хватает времени Вообще, ты постоянно работаешь и отдых для тебя это какая-то редкость И мы решили следующую нашу рубрику, наш, как тут сказать, блог посвятить тому, чтобы ты просто отдохнул, а мы с тобой пообщались Дайте, пожалуйста, нам плед, чтобы ты чувствовал себя максимально комфортно Давай, я даже не постесняюсь и поухажу, давай, знаешь как, как старший брат, просто отдыхай, вот как тебе удобно Смотри, у нас здесь даже аромасвеча есть, сейчас мы включим, чтобы ты почувствовал, знаешь, уют и наконец-таки немножко передохнул Сейчас все зажжем Ноги выпрямил Вот, ноги выпрямил, никто не видит, никто не узнает, что тут делать когда Смотри, давай так, для полного баланса Так, все, аккуратненько Ты можешь немного назад голову закинуть? Сейчас Ну А ты точно отдых? Все Отлично Вот Смотри, подожди Используйтесь кошельками, у меня в рюкзаке ничего не найдете Вот тебе даже медитативная чаша Реально И сейчас бы гармоника началась бы, и я бы начал новую песню писать Кто знает Вот сейчас вот Пусть пока играет, звучит Просто давай посетим, поболтаем Огурцы, в принципе, если тебе неудобно когда на щеке огурец, ты можешь, в принципе, его брать Главное просто, чтобы ты отдыхал, наслаждался вот этими минутами рядом с нами Просто расскажи, вот что на данный момент, вот как ты думаешь, что на данный момент тебя реально беспокоит? Меня? Да Кроме огурцаночки Вот честно, вот может быть в карьере что-то, вот реально беспокоит Вот сейчас можно просто рассказать, просто поделиться, мы никуда не торопимся, у нас отдых Меня беспокоит Блин, меня так много всего беспокоит, даже не могу сфокусироваться На самом деле Давай я все-таки вот это Хотя бы уберу Тоже как-то совсем А то упал, упал Нет, на самом деле, что тебя вот Как ты думаешь, что на данный момент сейчас тебя беспокоит больше всего? Да Мне интересно, когда выйдет новая песня Угу Наверное, да А выход уже, ее от тебя никак не зависит, получается? Или что? Почему? От меня зависит больше всего А чего почему не выпускаешь? Как будто бы не то Да и голос, никак не могу нормально восстановить Кашляю больной Знаешь, я записываю голос И мне самому не нравится мой голос Он такой Болеющий голос На записи, получается Болеющий? Да А может ты тогда лирику записать? лирику? Болеющим-то голосом Туком Это танцам Слушай, нет, а если серьезно То есть многие артисты, чтобы даже вот именно в нужном исполнении, в нужном формате выступить, они же действительно входят в это состояние. Если ты сейчас себя, ну, относительно плохо чувствуешь, например, как-то, да, у тебя там горло, может быть тебе что-то такое испеть, душераздирающая, чтобы из тебя это все вышло, как ты так не думал случайно? Не танцуй, пой, езжуй и там, да, и так далее, кофе, чай потанцуем, а вот именно, может быть, что-то такое, то, что как на душе может выплеснуть это из себя, наконец-таки. Надо попробовать. Мне кажется, что получится, потому что, когда ты находишься в таком состоянии, тот самый момент, когда это можно действительно использовать. Ты же артист, все, что к тебе не приходит, приходит не просто так. И в данном случае такое состояние. Может быть, что-то в бытовом тебя еще беспокоит? Есть что-то в бытовом? И в бытовом что-то беспокоит? Так скажем, дела эмоциональные или какие-то просто, вот, что-то нужно делать, а ты не хочешь этого делать? Дела семейные больше. Семейные? Да, да. Так, мы тебе как-то можем в этом помочь? Нет, не знаю даже. А ты можешь решить вопрос как можно скорее? Я стараюсь решить этот вопрос. Да, я стараюсь. А ты вообще конфликтный человек? Очень. Очень? То есть тебя легко вывести из себя? Да. Но при этом я максимально стрессоустойчивый. Это как такое возможно? Знаешь, это звучит противоречиво, но я стараюсь всегда уйти от конфликта. Но если меня задеть, вот именно задеть, да, то есть оскорбить или каким-то поступком таким, который прям разочарует, сразу в секунду заужусь. То есть если я слышу, что человек там несет, грубо говоря, противоположность правде, да, именно правде, опять же, она же субъективна, но так как, грубо говоря, я ее видел, что ну было же, ну вот так вот, а ты говоришь, что было по-другому, да. И я только в секунду заужусь сразу. Да. То есть ты еще и мстительный человек получается? Нет, это все по-другому называется, другим словом, импульсивный. Импульсивный? Да. А ты вот с возрастом становишься более импульсивным или наоборот менее все-таки импульсивным? Сейчас пока более. Более импульсивным? Да, мне кажется, постарее, потом чуть подуспокоюсь. Интересно. Скажи, а есть какая-то цель на этот год вообще, которая еще, возможно, не решена? Я уже чувствую, что нам нужно будет еще один сеанс провести быстренько. Цель есть на этот год, которая вот еще не решена, но очень хочешь? У меня есть цель, у меня есть... Желание? Я не знаю, просто это же прям эфиры, по-любому все смотрят. Просто могу сказать, что одна из моих мечт исполнилась и совсем скоро прям вы все об этом узнаете. Серьезно? Да, да, да. Не спрашивай, какая. Не буду, это твоя какая мечта. Такой непроизвольно ответил тебе. Да, ну такая-такая-такая-такая-то. Вот. А просто мечта связана, только наводящая, с карьерой или мечта связана как-то вот как раз-таки семейная история? Ээээ, семейная больше. Семейная? Семейная. Ты и за это напряжен? Нет. Ага, все, хорошо. Просто мы пытаемся связать конца с карьерой. Сложно, что у него происходит! Скорее, 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 скорее. Chasha, Chasha, успокой меня. Нет, знаешь, у меня на самом деле... Может, я слишком спокойный еще по одной из push-ups, что... Вот успокаивайся. Смотри, как звучит чаша. А,«eter, расслабляйся. Мне до сих пор немного не верится то, что там есть много поклонников, много фанатов, и мне очень приятно, на самом деле. Сделай глубокий вдох, сделай вдох, выдох, закрой глаза, закрой. Собственно, весь клип он не смотрел, он медитировал. Вот что значит пошло на пользу. Какие высокие вибрации ты поймал, Амир. Вы чувствуете этот прилив энергии? Так, один вопрос от зрителей. Больше не успеваем, пока он тут медитировал, давайте. Когда выйдет новый блок, влог? Новый блок. Кстати, я надеюсь, все зрители, которые сейчас смотрят первый эфир, уже посмотрели третий влог с Баку. Влог с Баку, как раз с фестиваля DreamFest. А твои танцы под дождем вошли в этот блок? Танцы под дождем? Да, я помню, когда был. Я помню, там ливень, все разбежались. И только Амир с командой. У меня Тихтос залетел на Эскалямов с этим видосом. Все соцсети перечислились сегодня. Ага, так. Вот, блин, следующий влог у меня будет, скорее всего, в конце сентября. В конце сентября он будет... Где-то раз в месяц, получается? Раз в месяц буду стараться два раза в месяц делать. Два раза в месяц. Да. Ну, контент-то есть? Контент есть, контент есть, да. Контента хватает? Да. Ну, как минимум, я думаю, что из сегодняшнего эфира ты тоже потом можешь взять и урвать себе контента, потому что, наверное, ты... А давайте сделаем так, извините, пожалуйста, что ты перебил. Вот так вот, можно крупняком меня показать, да? Вот тебя уже показывают, смотри сюда, не на экран. Всем привет, с вами Амирчик, и вы смотрите мой видеоблог. Приятного просмотра. Поняли? Всем привет, с вами Амирчик, и это был мой видеоблог. Да, уже переключили. Еще давай раз, раз, два. Все для тебя, прямой эфир забирай, пожалуйста. С вами был Амирчик, и вы досмотрели влог до конца. Спасибо, что были со мной. Ставьте пальчики вверх, колокольчики, и обязательно смотрите следующий видеоблог тоже. Так, с завершением порепетируем, Амир. С завершением порепетируем. Да, 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 да. Но было неплохо. Это был самый короткий влог в истории, но это был влог Амирчика, самый искренний и самый настоящий. С вами были, собственно, Амирчик и Костя. Браво, Константин Тарасюк. Всем спасибо, что были с нами. Смотрите Жару ТВ, слушайте Жару ФМ, читайте Жару Мэг. И всем спасибо, что досмотрели до конца. Всех люблю. Ваш Амирхан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok